Ребята, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале. Вы на канале Жизнь без невроза, профилактика возрастных изменений. Я автор проекта для женщин периодического голодания и профилактика менопаузы. Соответственно, второй проект это Жизнь без невроза. Сегодня с вами говорим про холодный душ, почему это круто, эта практика работает и как эта вся история укрепляет иммунную систему, нервную систему. И происходит всплеск норадреналина. С помощью холодного душа можно улучшить общее состояние и это поможет побороть депрессию, выйти из мрачного состояния. Также холодный душ может улучшить когнитивную функцию внимания и память. Холодный душ помогает в борьбе с лишними килограммами. Под действием холодного душа вырабатывается бурый жир. Ощущение холода это основной фактор стимуляции бурого жира. Бурый жир увеличивает тепло и обмен веществ. Метаболизм ускорится и при количестве данной истории вы вернете чувствительность к инсулину. Холодный душ помогает при воспалении. Если в организме есть воспаление, аутоиммунное заболевание, то душ окажет целебное действие. Холодный душ расширяет антиоксидантные сети. И антиоксиданты уменьшают повреждения ДНК и снижают риск развития заболеть раком. Сколько бонусов, друзья! Просто огромное количество. У нас с вами также идет нейрогенная защита. По всей видимости, холодный душ стимулирует рост новых нейронов. Соответственно, долголетие, как и голодание, стимулирует аутофагию. Соответственно, холодный душ помогает снизить уровень кортизола, то есть снижает стресс. Холодный душ ускоряет восстановление после тренировок. Для спортсменов, которых нужно быстро восстановиться после тренировки, креотерапия, то, что нужно. Как правильно принимать холодный душ? Начните с согревающего душа, который включает горячую воду и, соответственно, прогревает. И все тело расслабляет. И это очень-очень влияет на то, как вы будете себя чувствовать. На следующий день попробуйте увеличить время холодного душа на 40 секунд. Каждый день 40-50 секунд плюс-минус вам дадут суперэффект. В организме есть система обратной связи. При внешнем воздействии холода тело нагревается изнутри за счет активации кровообращения. Когда вы принимаете горячий душ, то, наоборот, тело охлаждается изнутри. Поэтому горячий душ перед сном суперполезен. Он охладит ваше тело и сон будет крепче. Если заниматься креотерапией в течение двух недель, вы ощутите пользу от нее. Это супер-супер идея, которая вам поможет. Приходите в группу, где мы с вами разбираем ваши анализы, ваши вопросы, ваше состояние и ваши жизненные установки. Пока!